Мы едем по деревне Беляши в республике Алтай. Отдаленная деревня, численность населения полторы тысячи человек. Вот так она выглядит. Вокруг стоят снежные горы, лежит снег. Температура на улице сейчас при этом 12 градусов. Смотри, сюда доехал этот Форестер, который был. Помнишь его? Да. Он доехал, старый Форестер. Да. По-моему, в Ганне не старый. Он доехал, молодец. И дальше прется. Он-то дальше прется. Отвечает нас. Знаешь, кто ехал. На базу какую-то эту. В деревне живут в основном казахи. Вот. И так вот выглядит эта деревня. Вот здесь имеется кафешка. Там где-то. Нет, это не кафе. А, вот, да, вот она, закусочная. Сюда мы заходили. В беляшах нужно обязательно съесть беляш. Говорят, что кто беляшей в беляшах не едал, тот в беляшах не бывал. Здесь мы поели за каждые по 150 рублей. То есть я взял себе гороховый суп, беляш, пиццу и чай. Все это стоило 150 рублей. Также здесь есть различные турбазы. И вот такой вот объект очень интересный. Сейчас мы узнаем, что это такое. Лесничество, наверное. Отделение? Зеленые все. Лесники. Так, как лесники? Ну зеленые, значит, лесники. Вон елка растет, смотри. Ну с вышками, что ли? А вышка, чтобы наблюдать за браконьерами. Так, отделение Республики Алтай. Что это? Лесничество. Ты видишь отсюда? Да. Ну-ка посмотрим. Так. Так. Федеральная служба безопасности Российской Федерации. Пограничное управление по Республике Алтай. Отделение в селе Беляши. Погранцы. Кафе. Вот это кафе в данный момент не работает. А работает вот это вот, которое я показывал. Это пограничники? Да, чтобы проехать в Беляши. Я не могу сказать, что даже машину не заснимали. Ты, нахуй, снял меня секретный объект. Все тебе. Посадим тебя. Так, едем дальше. Исследуем Беляши. Беляши очень интересное село. Вон памятник мертвым. Где памятник ты любишь смотреть? Вон там вот. Пушки только нет. Не наработали они на пушках. Ни одного героя нет. Где памятник? Да все, поехали отсюда. Улица Набережная здесь есть. Так, несколько тут есть турбаз на въезде в Беляши. Говорят дальше. И какой-то гостевой дом. Какие богатые, а. Вот свет не выключают. Свет не гасит даже с ним. Вон, видишь памятник. Да, это памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. И ни одного героя СССР нет из этого города. Занюханного. Нет ни одного героя. Вот даже, где бы были, там их четыре в одном поселении. Ну, в республике Алтай 25 героев Советского Союза. Правильно. А, в Усть-Каннском районе? А надо посмотреть. Ты откуда? Четыре героя. Из одного села. А тут? Нет одного. Подожди. Ну а где? А, самое интересное, то что скоро 9 мая, сегодня же второе. И мы ехали, везде все это украшено. А здесь нет даже цветов героям. Почему-то героям, которые отдали свою жизнь за свою родину, вот такое чувство, что эти беляшники, они отсиделись в своем захолустье, сказали, что у них перевал там завалило, короче, дорог нет, и не ходили воевать с Гитлером. Да нет, ходили воевать. А где тогда герои? Нет героя, звезды нет. А где здесь герой? Звезды нет. Вот как даже в этой Евгелии, звезда славы нарисована. А где здесь звезда славы? Значит, славы нет. Ты хочешь сказать, что культ Великой Отечественной здесь не настолько развит, как в других. Вот здесь культ Винни-Пуха, медведя вот развит. Винни-Пух? Винни-Пух, медведь. Пожалуйста, просьба не мусорить. Чистое село. И обратите внимание, Слав, ты видишь где-нибудь мусор? Давай так. Мусор? Да. Я видел о куртке. Кто-то хотел нассать здесь на дороге. Вон, смотри, вон гадость какая. Во, все запущено. Давайте проедем мимо ФСБ. У них даже машины такие зеленые стоят. А номера не черные. Так, конспиративные. Да. Замаскировались. Так. А вон там у них какая-то, а это с Мегалтой. Пешеходный переход. Не забудьте. Пешеходный переход. Вот это у нас школа. Школа. Так. Будем ехать медленно, не поднимать пыль. Чтобы... Это фигалии. Тут это дерьмо, он бежит. Навоз. Да. Привет, привет. Привет, привет. 50 рублей. Дайте. Дайте 50 рублей. Нет, Слав, тут такого нет. Нет такого. Это святое село. А дети беляш за 50 продадут. Заюхали. Так, а вот здесь как раз таки место интересное. Там идут курбазы, да? Вот они, по-моему, такие вот. Так, собака. Видно, что интеллигентная. Нет, та собака, которую мы встречали рядом с пастухом, которая бросилась... А что на ней интеллигентная? Она защищала своих, как бы, лошадей от тебя. Так, это у нас... Что у нас? Магазин. Магазин промышленных строительных товаров. Вот как. С решеткой. Окна. А вот всякие бидоны продаются. Ну, вот эта база, очевидно, да? Вот это или нет? Что это за домик с такой верандой? Дом, дом. Да нет, это база. Похоже на базу. Бай живет местный. Вот. Главное, это USB-шник. А вот девушка, которую мы, кстати, видели. Вот, которую мы видели. Так, ну, мы ехали из Новосибирска, и конечная целью путешествия у нас были билиши. И мы, собственно, достигли этой цели. Поднялись на горку. Засняли село. Сейчас едем полностью его исследуем. И нам предстоит долгий путь домой. Очень долгий. Потому что до Кошагача ехать 140 километров. А от Кошагача до Новосибирска где-то 850. То есть 850 плюс 150 – это тысячу километров. И все это мы проделали ради билишей. Ради вот этого. Вот. Все ради села под названием Билиши. Орел какой-то летает. Или кто это? Ворона. Ворона? Откормленная. Да. Разоверен, что... А что-то как-то вот полторы тысячи жителей, мне не совсем кажется, что это... Может быть прописанным... А я думаю, здесь просто, понимаешь, бабки старые, которые же детки попередохли. Они за них получают пенсию. Вот. На карточке как бы. И снимают. И все нормально. Понимаешь? Тут они могут как Кадыров написать, что их тут 2 миллиона живет. Вон, видишь, музей. Да. Где музей? Вон музей. Этнокультурный музей. Этнокультурный музей. Юрта кочевника. Вот. Юрта. Вон такой большой. Какая юрта? Это юрта, разве? По-моему, это баня какая-то. Нет, ну кто-то взял, сделал музей. А где юрта? Юрты нет. Вон входит пес. Смотрите, вон внизу видно. Пес пытается подойти. Скорее всего, это частный музей или нет? Юрта кочевника. То есть ты закроешь юрту, платишь денежку? А где юрта? Вон она стоит, поговори. Вот это юрта. Где? Где юрта ты, мам? А юрта? Ну, многие путешественники не понимают, что такое, а называют все юртами. Поэтому они назвали... Дайте себя обмануть. Проныртовым казахам. Они как евреи здесь. Самый интересный момент для путешественников. Брать ли с собой бензин, запасы или не брать? Конечно же нет. Потому что в Балакче... Ой, в Балакче... В Бележаторе. В Бележаторе, в Белешах. Белешатор называется Бележатором. Есть великолепная автозаправочная станция. Давайте подъедем и ознакомимся с Прайсом. Который предлагает нам вот это АЗС. Рядом с коровой. Так. 92-й, 80. Ты видел? 80-80. А это вообще какие-то казахские... Это руническая, тюркская письменность. В общем, да? Ничего не понятно. Ну, подождите. Написано... Сейчас, вот 2 марта 2018 года, бензин стоит в Республике Алтай, когда отъезжаешь от Горно-Алтайска, ну, рублей 40, 39, либо 40. Смотри, а здесь 80-й, 8 рублей 6 копеек стоит. Ты заметь, дотационные цены. 8 рублей 6 копеек, литр 80-го бензина. Вообще, работает она или нет? Ничего не горит. А 96-й написано ГУБС. ГУБС. Губа, губозакаточная машинка. Карта коня, такое впечатление, что, господа, если вы решили поехать в Белеши, вот смотрите, у нас бензин есть. Ха-ха-ха. И вы берите с собой запаса. Потому что все смотрят 140 километров. Ха-ха, долетит за 2 часа. А оказывается, что сюда ехать часов 5, а то и 6. Потому что хочется остановиться, посмотреть. Да. Вот, разные достойные. О, стадион. Стадион. Здесь будущее этой самой надежды сборной России. Как бы смена Аршавина и этого, как его, Кафельникова. Смотри, они на этих машин. Участники в Олимпиаду. На Шевроле не в ком подъехали, на чем там. Вот так. Вон юрты. Вон, вон юрты. Вон, там юрты. Так, господа, кажется, бензин все-таки брать не нужно. Смело езжайте в Белеши без, с пустым баком. Потому что есть вот еще одна АЗС. Она называется... ЖАЗ. ЖАЗ. Атыр. ЖАЗ Атыр. И стоит бензин здесь? 44 рубля всего. 44 рубля 50 копеек. Зато можно взять 80-го. Ты же говорил, у тебя 80-й, она жрет. 35-й сколько он стоит? 35-й стоит. И все. Да. Подяснем тебе 80-го бензина, чтобы клапана почистить. 80-й 35, а 42-й 44-50. Ну, разница как раз 12 рублей. 44-50. Ну, я понимаю, почему-то такая цена. Как его сюда возят? Ну, добывают здесь. Добывают? А смотри, а это что, а? А это еще конкурирующие. А, конкуренты. Бесцен, да? Рамир. Рамир. Так, закрыты, кажется. Мы разорились они. Разорились. Потому что у них цена была 65-50. Здесь дорожная служба. Мы ее, кстати, видели. Вот. О! Так, это у нас пошли... Что это? Заготовка под базу. Да какая-то база. Ну, здесь вот написано, смотри. Это мультивер, там, смотри. Вы еще. Делается база, да. Подъедем? Ну, подъедем. И, собственно говоря, вот оно, село Беляши. Ну, это база, да, что-то, как-то. А, Слав, мы должны сводаться с табличкой. Да зачем? Тут клещи. Вот оно, село Беляши. Тут клещи. Так, ну что ж, все, мы выехали с села Беляши. Вот здесь выезд обратно. До Новосибирска нам тысячу километров. Отключаемся. Продолжение следует...